Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим вопрос, к которому мы обращались неоднократно, но от этого актуальность его не становится меньше, потому что мы сегодня с вами будем обсуждать Байкал и экологическое развитие байкальской природной территории. Эта территория, безусловно, является уникальной, и все мы об этом хорошо знаем, является не только достоянием нашей страны, России, но и без всякого преувеличения является достоянием планеты в целом. Байкал для нас – это и гордость, и наша особая ответственность, а задача его сбережения для нынешних и для будущих поколений – несомненный государственный приоритет. Ликвидация последствий нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых, сделать всё для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Всё это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов. Экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории при Байкале, причём байкальские ЦБК и Жидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек. Первая требующая неотложных действий задача – ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекульсивацию загрязнённых территорий. Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей. Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать. Очистные сооружения, большинство из них изношены, причём более 60% загрязнённых стоков приходят в наше лично-коммунальное хозяйство. Но, как это ни печально сказать, нужно сказать, конечно, и о деятельности сельхозпредприятий. Всё-таки химические отходы, применяемые в сельском хозяйстве, они так или иначе в воду Байкала и рек региона попадают. Объёмы сброса неочищенных вод в озеро, безусловно, нужно кардинально сокращать. И в этой связи растёт вторая задача – интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это ответственность регионов, которые в том числе могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную целевую программу охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской природной территории на 2012-2020 годы. Её реализация уже обеспечила строительство десятков очистных сооружений и полигонов твёрдых коммунальных отходов, создала базу для варьевы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечивала сохранение экосистем, редких видов животных и растений. За 2012-2016 годы выделено более 10 миллиардов рублей, хотя предусматривалось гораздо больше. Нужно об этом тоже сказать. Считаю, необходимо рассмотреть вопрос о продлении срока действия программы, причём особое внимание обратить на эффективность и приоритеты расходования средств. Третья задача – обеспечить экологическое развитие байкальской природной территории в целом. А это прежде всего означает гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения природы. Собственно говоря, во всех цивилизованных странах этот вопрос стоит, стоит очень остро и хуже или лучше, но есть примеры того, как это делается, как это решается. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются явно избыточными ограничениями, об этом тоже не нужно забывать, ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит, создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов. Давайте обсудим все эти факторы, связанные с особым режимом охраны озера, и вместе определим оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальских территорий. При этом принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. Это касается, конечно, и туристической отрасли. Вот мы сейчас с губернатором говорили об этом. Конечно, это очень перспективная отрасль экономики региона, интересная, приносящая доход, создающая рабочие места, интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растёт. Сколько миллионов человек бывает на берегах Байкала за год? Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы. Бесконтрольность так называемых «диких» туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоёмах, а стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальское путешествие к игнорированию часто, к игнорированию ими экологических норм. Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную. Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования эколого-ориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жёсткого контроля. И в этой связи прошу Генеральную прокуратуру проверить байкальскую территорию на предметах фактов незаконной и экологически вредной деятельности. Я хочу это подчеркнуть, не всё подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно незаконной и экологически вредной деятельности и принять соответствующие меры. Ключевая роль здесь отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий. Вот сейчас только Василий Иванович рассказывал о том, как люди работают. Не только люди, которые на государственной службе находятся, но и волонтёры, за что им особое спасибо. Их работа должна опираться на достойные ресурсы. Говорю не только об административной поддержке, но и о вознаграждении, необходимом оборудовании, экипировке и так далее. Давайте мы рассмотрим все эти вопросы в комплексе. Поговорим о… не знаю, здесь с Минфином надо посоветоваться. Есть, ну, это, собственно, ничего здесь нового не скажу, но всякие идеи есть, в том числе вопрос возвращения части собираемых штрафов, платежей, возвращения их напрямую в заповедники и нацпарки, и использования в целях повышения эффективности их развития и охраны. Здесь хотел бы обратить Ваше внимание на место, где мы с Вами находимся. Визит в центр Байкал-Заповедный – это очень хороший пример сохранения задач охраны заповедных территорий и развития цивилизованного экологического туризма. Такой опыт требует самого широкого распространения и популяризации, в том числе в рамках года экологии, который сейчас проходит, как известно, в нашей стране. В центре Байкал-Заповедной работают настоящие профессионалы. Ещё раз хочу поблагодарить Василия Ивановича и всех Ваших коллег, искренне преданные своему делу людям. Давайте перейдём к обсуждению антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. Это касается, конечно, и туристической отрасли. Вот мы сейчас с губернатором говорили об этом. Конечно, это очень перспективная отрасль экономики региона, интересная, приносящая доход, создающая рабочие места. Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растёт. Сколько до миллиона человек бывает на берегах Байкала за год? Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы. Бесконтрольность так называемых «диких» туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоёмах, а стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальское путешествие к игнорированию, часто к игнорированию ими экологических норм. Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную. Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования экологоориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению системы. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим вопрос, к которому обращались неоднократно, но от этого актуальность его не становится меньше, потому что мы сегодня с вами будем обсуждать Байкал и экологическое развитие байкальской природной территории. Эта территория, безусловно, является уникальной, все мы об этом хорошо знаем, является не только достоянием нашей страны, России, но и без всякого преувеличения является достоянием планеты в целом. Байкал для нас – это и гордость, и наша особая ответственность, а задача его сбережения для нынешних и для будущих поколений – несомненный государственный приоритет. Ликвидация последствий нерациональной, зачастую безответственной и хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания, для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых, сделать всё для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Всё это требует самого пристального внимания, и, конечно, вложив внимание, обратить на эффективность и приоритеты расходования средств. Третья задача – обеспечить экологическое развитие байкальской природной территории в целом. А это, прежде всего, означает гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения природы. Собственно говоря, во всех цивилизованных странах этот вопрос стоит, стоит очень остро и хуже или лучше, но есть примеры того, как это делается, как это решается. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются явно избыточными ограничениями, об этом тоже не нужно забывать, ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитие поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов. Давайте обсудим все эти факторы, связанные с особым режимом охраны озера и вместе определим оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальских территорий. При этом принципиально важно не допустить увеличения, если они так или иначе в воду Байкала и рек региона попадают. Объёмы сброса неочищенных вод в озеро, безусловно, нужно кардинально сокращать. И в этой связи растёт вторая задача интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это ответственность регионов, которые в том числе могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную целевую программу охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской природной территории на 2012-2020 годы. Её реализация уже обеспечила строительство десятков очистных сооружений и полигонов твёрдых коммунальных отходов, создала базу для варевы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечила сохранение экосистем, редких видов животных и растений. За 2012-2016 годы выделено более 10 миллиардов рублей, хотя предусматривалось гораздо больше. Нужно об этом тоже сказать. Считаю, необходимо рассмотреть вопрос о продлении срока действия программы, причём о собрании солидных финансовых ресурсов. Экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории при Байкале, причём байкальские ЦБК и Жидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем, однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек. Первое, требующее неотложных действий и задачи – ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекульсивацию загрязнённых территорий. Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей. Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать. Очистные сооружения, большинство из них изношены, причём более 60% загрязнённых стоков приходят в наше лично-коммунальное хозяйство. Но, как это ни печально сказать, но нужно сказать, конечно, и о деятельности сельхозпредприятий. Всё-таки химические отходы, применяемые в сельском хозяйстве,